здравствуйте дорогие друзья я доктор лена березовская я начинаю прямой эфир ответом на ваши вопросы но перед тем как я отвечу на ваши вопросы пожалуйста не спешите задавать вот у меня домашняя обстановка вот там он ну кленчик тоже король значит ладно зайчик бежи бежи иди пожалуйста и играть до поскольку у нас коронавирус и в домашние дать нас все закрыто ведь у меня корона потому что так коронавирус сегодня будет вирус знаний я буду отвечать на ваши вопросы я буду королевой эфира прямого то есть я хочу поднять вам немножко настроение конечно же я не одна у меня внук я не планировала делать прямой эфир но поскольку посыпалось только много вопросов и многие из вас сидите дома вам нечего делать вы читаете там и начинаете штурмовать мне вопросами что я решила немножечко сделать по-другому все-таки сделать прямой эфир и провести ну ответить на ваши некоторые вопросы я смогу больше ответить перед тем как я отвечу что я хочу сказать об обстановке вот это все что происходит в первую очередь что нужно знать что ну да коронавирус но это не настолько смертельно вы знаете сколько ложной информации даже распространяя врачами я на днях получила от знакомой такой хороший полячики ты живет в канаде которые якобы какой-то там врач прислал звонку и раша там чуть ли не все умирает дохнут как тараканы и вообще как я почитала какую ересь пишут это конечно страшно коронавирус опасен для людей старшего возраста потом ну как любой вирус опасен людей старшего возраста в отношении беременности то что вы часто вот задаете есть видео посмотрите пожалуйста видео на коронавирусе беремся и у нас нет до сих пор данных что этот вирус очень плохо влияет на состояние беременной женщины на плод потом то есть пока что у нас нет таких данных поэтому не нужно паниковать те кто должны ходить вот сейчас у нас практически закрыли и учреждение лечебное учреждение как бы работает ну по другой схеме пол обороты и вы знаете как раз страдает большое количество нормальных больных людей меду те которые нуждаются в помощи потому что например моей знакомой отказали в операции онкологической только потому что ну сказали что нужно подождать там неделю-две или больше она конечно у панике другая значит знакомая подруга которая ходит на лечение берет химиотерапию с ней начали обсуждать вопрос как это все теперь переделать эти визиты это тоже плохо потому что именно другие люди которые абсолютно инфицированы вирусом нуждаются в срочной помощи оказались за бортом это серьезно это куда серьезнее и меня меня как раз эта ситуация больше всего удручает отношение беременности если вы беременна женщина реальности вам не нужно бегать ходить по этим консультациям и так далее у нас кстати вели уже теперь консультации онлайн консультацию по телефону который оплачиваться государством так что многое можно обсудить и скажем онлайн я тоже провожу онлайн консультации кому нужно записывайтесь но что я хочу сказать вы понимаете что в реальности не надо делать из беременности болезнь это наверно хорошо что сейчас многие беременные не попадут в эти стационары где они будут лежать по 21 дню выполняя койко дни и принимать массу массу ненужного лекарства поэтому какой-то степени это хорошо значит что не нужно будет гонять по больнице у нас сегодня кстати вот несмотря на то что все закрывает этом цены растут доллар вырос вообще цены еще больше вырастут мы наоборот сегодня сделали снижки 15 процентов на все и это будет до конца месяца чтобы вы могли пользоваться вот этой моей информации полезной современной смотрели вебинары читали книжки и мы будем дальше понижать если доллар будет расти мы будем еще больше понижать потому что я не хочу чтобы вы становились жертву малограмотность и сейчас на этом сойдется масса масса неправдивой информации о спасении человечеству от страшного вируса попринимайте то попейте это уколите это вы знаете на этом сейчас будет все наживаться поэтому давайте вы будете как раз массу во свободного времени вас есть те кто планирует беременность пожалуйста посвятите на планирование беременности вот будьте больше времени проводить со своим мужем постели а те кто хочет повысить вы знанию пожалуйста повышайте больше знаний и смотрите сми сми настолько исковеркивать информации я не смотрю этот этот телевизор я читаю медицинскую научную литературу и там оттуда я черпаю у меня даже ленечка маленький ленечка знает о коронавирусе потому что и в школе все расскажет в садике люди вообще пугают детей хорошо что они пугаются он спокойно относится и как говорит вчера бабушка говорит коронавирус это ведь знаешь как микроб да есть хорошие микроби есть плохие микроби но их бояться не нужно так и вируса поэтому действительно не нужно создавать панику а теперь я отвечу на все не на все на те вопросы которые могу ответить сразу предупреждаю что я не со дна я с ребенка тут еще собака кошка ну и муж периодически появляется потому что тоже в этот период не очень занят к сожалению у нас многое что закрывается и приходится менять абсолютно свой образ жизни она более экстремальный ну как экстремальный это наоборот я бы сказала седативно сидишь дома самое интересное вы знаете я вот сейчас отпуску за свой счет потому что родилась внучка я дочери помогаю собственно говоря поэтому забрала внука к себе вот эти трехнедельный период каникул но мы плане ну как мы всегда планирую я всегда приезжаю украину россию вот весна и осень а на этот раз вот осенью когда мы я вернулась декабре мы ну что будем планировать и мы решили всей команды что весной у меня никуда не поеду наверное не зря вселенная мне давала какие-то сигналы что нужно никуда ничего не планировать потому что те что запланировали сейчас серьезная проблема они не могут поехать не могут приехать но вообще вы сами понимаете поэтому не зря не зря наверное мы не планируем ничего этой весной так что есть возможность пообщаться с вами именно в таком прямом эфире одеваю свои королевские очки и начинаю отвечать на ваши вопросы опять же повторю сразу что конечно же есть масса уже информации полезны поэтому не спешите вот да к промокоду нас сегодня коронавирус коронавирус так что кто хочет что-то купить пожалуйста вот короны специально чтобы вы помнили и так начинаем нашу так сказать утреннюю или какую-то там вечернюю разминочку на тему вопросы и ответы вы меня слышите или нет по моему все слышат алло алло так спасибо большое вам за позитив так а значит вот вопрос вы довольно знаете клуб и вот я не знаю подскажите витамин d13 инсулин 15 и 5 индекс но надо причина замешивались это не причина замешивались общение имеет отношения к этому зачем в этом копаться у меня есть вебинар называется потери на ранних сроках беременности пожалуйста возьмите посмотрите там все детально чего мы теряем беременности на ранних сроках и вам не нужно тратить деньги вот вы потратили деньги на то что не имеет вообще никакого отношения к потере беременности вот чтобы не тратить больше чтобы вас не копались ваших генах у каких-то еще там совместимости несовместимости с мужем вот вам как раз возможность почитать и посмотреть вебинар поехали дальше хогичи подскажите пожалуйста хогичи 11 при диагнозе 9 и 5 72 что-то я не по не поняла что за диагноз хогичи 11 считается как бы серой зоны это и не положительный не отрицательный поэтому пересдайте еще раз хогичи не знаю к чему это имеет отношение вот когда задают такие вопросы без ничего попробую гадать что хотели что имели ввиду так едем дальше на тридцать девятой неделе поставили многовонье до этого было все но вот когда пью кофе корона спадает так до этого все было норма опасно а вообще-то после 37 недель женщина интенсивно начинает терять воды это написано моей книге 9 месяцев час если вы вычитали вы бы мне этот вопрос не задавая поэтому ну что значит как много потеряли вот может вас воды уже потекают потому что вы рожать будете вам проверяли потекают ли воды то есть обратитесь уже теперь вам уже рожать вот буквально да может если воды потекают в а не нужно это ждать потому что это опасно инфицированием если просто воды уменьшаются потому что это физиологическое появление перед родами но так ждете родами ничего страшного в этом нет поехали дальше так все беременные боятся коронавируса не надо бояться коронавируса кстати если вы беременны как раз не надо никуда рыпаться посидите немножко дома только на прогулке у нас несмотря на то что холод 2 градуса и ветер мы с ленечкой и собакой рано утром вечером мы ходим минимум полтора часа гуляем тепло одеты и все потому что это свежий воздух нужно проветривать комнаты маски не помогут мне говорят знаете одна и та же маска одевается по 100 раз засовывается детям карман вытягивается одевается это не спасает от чего хуже делает маску нужно менять таких случаев каждые полчаса да зачем ее особо носить комнате или еще где-то она не 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 помогает поэтому идет мне корона ну конечно же вот конечно же кстати все это было наспех сделано потому что в каком смысле знаете бабушка имеет сейчас я бабушка у меня такой как военные в том плане что мне надо быстро встать быстро помыться быстро забраться на комитет а это дает мне энергии и силы это хорошо но солнышко вот сидит тихо пока что пазлся он умничка он сказал если бабушка нужно говорить с твоим пациентом иди говори так что внук у меня золотой так поехали дальше скажите будь ласка кожного месяца на 16 день цикла куричные выделения пять дней в ликарь как же потребно вагит не ты чудесно не маяча холева тося то есть перевожу с украинского каждый 16 день кровомазания во пять дней скорее всего это волеоторный синдром скорее всего не знаю нужно ли вам берете это врачу если врачу нужно беременеть пусть он беременеть если вам не нужно беременеть то пока что живете до тех пор пока вам захочется беременеть не вижу в этом ничего серьезного так здравствуйте беременность 20 недель температура 38 может подняться чем сбивать а почему может подняться чем зевать какая цифра критично для плата для плата критично не так цифра как то чему болеете и в принципе 38 мы говорим что до 38 и 5 можно избивать но при беременности все-таки желательно сбивать парацетамолом это пока что единственное что безопасное но более-менее не злоупотреблять и не держать температуру если есть температура сбиваем потому что но температура горячие вот эти температуры высокие опасны больше на боли нам умением на меньших сроках беременности что такое зайчик положить положить зайчик а пальчик туда ты мне принесешь бандаж бандаж я положу медицину иди иди я сейчас полечу тебя зайчика принеси мне по блингой плиз видите нужно помощь оказать там какой-то ну что-то там случилось бабушка заработает то что я с вами разговариваю но приоритет конечно у меня ребенок и он тут рядом и слава богу тихо сидит но вот бабушка должна оказать помощь даже в короне ну что сделаешь так поехали дальше мне 32 сказали климакс может ли это сказали что климакс может это быть правда по я же не видела ваших результатов анализа не значит вам так сказали может быть правда может быть неправда это может быть синдром преждевременно истощение яичников это и преждевременно или ранние менопаузы так сказать ранние яичников недостаточности разные названия этих синдромов но я имею ввиду что да может быть правда но так как я не видела ваших анализов я вам сказать не могу правда или нет едем дальше ты принес мне за юшечка так здравствуйте температура 37 и 5 ты принес мне бандаж гулинг этот плиз а и не мою и мы бедрум вот значит поехали дальше симптомы 37 и 5 это субфибрильная температура может быть можно может быть нет если симптомов нет следите дальше сидите дальше у некоторых беременно женщины повышается температура тела за счет от гормона за счет гормона вообще обмен повышается здравствуйте диагноз амниотическая перетяжка плод не задевает 19 недель чем опасно но тем что амниотические вот эти тяжи перетяжки могут сдавливать первую очередь конечности ручки-ножки и вы если помните видели когда-нибудь детки такие вот или люди без пальцев без например кисти или с бесчасти ноги и то есть за счет того что идет ампутация из-за того что сильная перетяжка и там плохо то есть может быть недоразвитая рука вот так сейчас бабушка будет оказывать и дальше можно ли буду параллельно оказывать помощь да давай зайчик бабушка наложит там тебе а медисин окей хорошо крем нужно наложить сейчас я наложу ему крем давай зайка пальчик сюда вот этот а вот этот какой пальчик а вот этот хорошо все крем сейчас увидите ну я не могу отказать своему ребенку поэтому у нас прямые эфиры хоть и королевские но с ленечкой да ленечка так и сейчас мы бандаж на накладем я имею корону да конечно же я королева ами queen значит а что-то у тебя заелся ты так ты что такое кушал надо личка лицо вымыть ротик помыть ты хочешь быть королем хорошо не queen а король вот видишь ты queen окей окей все бежит зайчик все полечила бабушка так что все тихонечко пожалуйста иди играть со своим пазом ну извините даже у королевы есть первоочередные задания так значит смотрите насчет лапароскопии гистероскопии период карантина лучше если нет срочной необходимости лучше не делать не ходить сейчас никуда то есть если они не такая срочная что-то что нужно делать поэтому подождать месяц за месяц ничего страшного не случится это все утихнет буквально через две-три недели китай уже давно утихла сейчас остается чтобы утихла еще в европе и все будет хорошо поэтому не надо никуда ходить нет срочной наглости если вам делают лапароскопию гистероскопии потому что вы якобы не беремене я вам рекомендую почитать перед тем как куда-то идти книгу малыш ты скоро там всего детально рассказано и ленечка не мешай мне там все детально рассказано что и как и почему кому показано лапароскопии кому не показывал лапароскопии зайчка а ты знаешь у меня там люди слушают ты хочешь опять быть королевой все вам он поднимает настроение а теперь иди играйся ты хочешь обнять меня ну иди зайчик любом положитель эмоций это тоже это тоже лекарство едем дальше вот так перед эвуляцией бывают творожистые выделения были бело-желтые в другие дни этого нет дискомфорт во время полового акта гормоны так влияет какой анализ дать чтобы выяснить причину в реальности перед эвуляцией меняется характер слизи который выделяется здесь становится больше и принципе грибок не растет перед эвуляцией чаще всего лактобактерии очень много перед эвуляцией и меньше всего грибок растет перед месячными а то что дискомфорт во время полового акта но извините внутренние вы хорошо возбуждены то есть они просто что взяли провели по а потому что тут ребенок а это важно чтобы вы имели хорошую подготовку поэтому очень важна прелюдия если у вас нет вы плохо возбуждаетесь то у вас недостаточно выделения если смазки поэтому любой любые отношения с мужчиной будут вызывать дискомфорт поэтому тут техника этих отношений вот написали реально думаете что ваши вопросы прочтут и ответят как вы думаете а я что читаю на что отвечаю но поскольку от вопросов масса и самое интересное что вы не понимаете что у меня почти тысячи вопросов в этом директе еще целая куча ваших комментариев плюс меня основная страница официальная там тоже масса вопросов потом youtube там тоже масса вопросов и на фейсбуке как вы думаете я могу отвечать тем более что я должна заниматься определенными делами тоже я не могу сидеть нон-стоп мало того сейчас я сижу за свой счет я не получаю зарплату как вы думаете мне нужно как-то зарабатывать немного деньги дополнительно чтобы быть содержать свою команду продвигать свой блог и все такое ну и плюс мне нужно тоже работать за что-то жить поэтому немножечко по ним подходите с пониманием тому что я делаю сейчас это бесплатный прямой эфир как много врачей проводят бесплатные прямые эфиры как избавиться гидросальпинса но принципе на начальных стадиях если вовремя выявили то можно назначать антибиотико терапию то есть антибиотикам лишь прошу обычно это воспалительная реакция например если есть хламидиоз гонорея но если этот гидросальпинс уже длительный период времени то только удаление потому что ничего другого не поможет так пью клайру два года нет месячных это нормально на гормональные контрацептива могут отсутствовать ну так сказать свои месячные однако не понимаю для чего вы пьете потому что если у вас например ранний климакс то у вас может и не быть месячных даже на клайре тут еще нужно понять для чего или вы скажем вы после родов может быть длительный период никаких не быть месячных даже на гормональных препаратов так может ли перенесенный гепатит c быть причиной преклампсии если только антитела три года подряд пцр на рнк отрицательный если печень была поражена например вирусом туда это повышает риск преклампсии у меня есть вот как раз вебинар осложнение втором и третьем триместре где я много рассказываю преклампсии какие там причины особенно факторы какие предполагающие обязательно посмотрите эту вебинар и для врачей есть очень хороший курс преклампсия самые современные знания по преклампсии там тоже есть информация вопрос коронавирус опасен при при преклампсии на пассе ну как бы по-любому это неважно преклампсии не преклампсия но в реальности у нас нет данных чтобы женщины преклампсии имели коронавирус нас в основном данные что нормально здоровые беременные женщины заболели ну подхватили этот вирус но слава богу все хорошо через молоко не передалось ребенок не заражен вот эти данные что у нас 18 19 недель шейка 2 и 8 это нормально нормально я вам скажу честно меня замучили вопросы это вас там по 6 какая-то чума когда всем подряд ставят короткие шейки матки причем шейка матка нормальной длины но вот всех запугивает потому что написали их зарабатывать на прогастроне зарабатывать что и мало кто умеет ставить это это ужас потому что вот эти вопросы шейки у меня даже в директе каждый день по 4 по 5 вопроса только по шейке написано очень подробно книги 9 месяцев счастья есть вебинары из 4 вебинара мы сложили вместе целый курс по беременности возьмите посмотрите пожалуйста здравствуйте скажите как поднять эстроген эстрогенов есть 3 это раз во вторых эстрогены повышаются с ростом фолликула то есть не может быть то есть если у вас нет эстрогена достаточно это говорит о том что фолликулы не растут то есть у вас скорее всего нет овуляции плюс возрасте более старшим например иллюмина паузе эстроген всегда уровень эстрогена всегда будут ниже поэтому как поднять нужно знать причину нужно понять а что у вас может просто врач придирается к кому-то показателю и это все то есть нужно быть диагноз мы не повышаем эстроген без диагноза мы лечим диагноз и нужно в конце концов понять что мы лечим диагноз нормальные врачи влечат диагнозы они лабораторные показатели так опять же прогестероне здравствуйте прогестерон ноль шестнадцать наномоль на литр восьмой день менструального цикла нужно повышать вам нужно менять срочно врача который выискивает прогестерон на восьмой день цикла и мало того вот из книга это все гормоны там целый раздела прогестеронии где говорится что неэффективно определят прогестеронность он не имеет практического значения этот анализ нет его направо налево всем подряд делает зачем поэтому читайте книгу это все гормоны из другая книга более такая детальная называется гормона терапия вакушерстве гинекологии иллюзия реальность написано больше для врачей вся книга 400 чем-то страниц это именно посвящены прогестероны но для вас может быть сложно поэтому читаете это все гормоны добрый вечер кальцинаты по узи это что это такое то отложение солей кальция скорее всего так понимаю плаценте могут быть из незначительное количество это происходит тоже норма ребенок развивается хорошо значит носите дальше без паники так а почему может быть повышен витамин b12 собой а зачем и вообще определять а зачем и его определять не лайкайте девочки тупить очень кто же это мне пишет такая дамочка интересная если будете тут хамить и будете проводить какую-то негативную рекламу еще что-то унижать мое человеческое профессиональное достоинство я вас просто заблокирую все заблокировали вот так и все кто будет приходить сюда и плеваться хотя это первый раз меня за все столько лет и портит мне настроение портит другим настроением я бы не ублокирую это мой дом это мой прямой эфир это моя страница я здесь хозяйка так что ведите себя здесь прилично поехали дальше значит поехали дальше как у на у меня дела вы ставите нормально дела занятая по по завязку потому что ну такой период мотаюсь как бы уделяем много внимания внуку мы с ними домашнее задание делаем и играемся и все такое читаем книжки вот и конечно же к счастью магазина не нужно много ходить все у нас продукты есть заниматься своей работой основной сейчас нет времени я если подсаживать компьютера буквально на пару минут но четверг пятница субботу будут консультации это будет свободные дни у меня поэтому кто хочет записаться еще есть буквально два или три места и у нас также пятницу должен быть прямой эфирс аливик удивительная женщина которая ведет рубрику новинки для вагинки супер рубрика и поэтому у нас будет очень веселый смешной такой дружественный прямой эфир так что следите за постами можно ли перестать использовать прогестерон вагинально двадцать восьмой неделе шейка постоянно была 32 33 принимал дверься конечно же можно вообще не было показано в этот прогестерон я если это скажем если у вас нет в анамнезе потери беременности преждевременной роды из-за истинка цервикальной недостаточности так поехали дальше это ленчик смеется потому что смотрит сказку про машу и медведя его любимые у нас есть на английском языке на русском когда вставать на учет по беременности срок 8-10 недель и поскольку вы ничего об этом не знаете это все написано книги девять месяцев счастья пожалуйста возьмите эту книгу изучать она вам пригодится хотя бы чтобы не стать жертвой акушерской агрессии который к сожалению существует поэтому начните просвещаться именно сейчас и там все написано это не коронавирус это просто кофе и много разговоров так забеременно 27 недель генитальный герпес был 30 раз беременность протекает отлично сколько это может быть опасно я не поймем почему 30 раз вы должны использовать ацикловир мази и постоянно использовать то есть мазать и вы можете принимать ацикловир в таблетках и это может просто привести к тому что он утихнет и вы даже сможете самостоятельно рожать они через кесовое сечение на тему герпес вирусной инфекции при беременности есть много информации моей книги девять месяцев счастья и также на сайте есть и видео есть много чего так 90 процентов потери первой беременности норма нет 90 процентов не теряется теряются 50 но некоторые данные 60 процентов первой беременности поэтому не может быть 90 процентов потери однако еще есть биохимическая беременность которые общение определяется и почти 80 до 80 процентов зачатий теряется на уровне биохимические беременность когда мы даже не придем на эту тему подробно тоже написано меня есть и статьи есть видео есть вебинары очень много информации так про климакс я уже отвечала вы повторяете вопросы но я вот я иду вот что смотрю то читаю пью витамин меди железо поднимала медь и железо поднимается температура 37 чем может быть причина зачем опять иметь это очень опасный довольно таки опасная добавка железо зачем если у вас гемоглобин нормальный то нет у вас никаких проблем железа вот это что все подряд определяет железо причем из разные виды анализов на железо матвающий ферритин пичкает сюда это есть просто перегиб палки и поэтому если у вас нормальные показатели крови нормальный гемоглобин не надо пичкать себя вот эти добавки не более что слишком большой прием вот этих добавок может вызвать повреждение по печени и почек поэтому не надо этим заниматься первым три месяца и ттг 3-4 норма ну и очевидно вы никогда на моей странице не бывали потому что мы ттг здесь говорим очень часто и мы считаем что норма первым три месяца должно быть до 2 и 5 поэтому 3 4 это высоковато значит нужно все-таки консультации эндокринолог и об этом очень много написано и сказано поэтому просто наберите вот google информация ттг березовская беременность и так далее то есть и вам google выдаст массу массу ссылок на на мои публикации на эту тему едем дальше вопросы вы повторяете такое впечатление что никто строчит вот эти вопросы каждый раз чтобы я заметила что я прочитала они идут повторяются 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 значит здравствуйте эндометриоидная киста на кок уменьшилась с 5 сантиметров до 1 5 с течения 6 лет если бросить кок киста снова вырастет до начальных размеров а чего вы так боитесь ну хорошо 5 сантиметров принципе может не вырасти и в реальности я бы ну вам нужна контрацепт если нужно можете принимать ее то есть тут нужно как бы более индивидуальный подход объяснение что вам нужно от жизни скажем так и не бояться что что-то там вырастет и не вырастет поэтому меньше всего переживать нужно ли что-то сдать мужчине кроме спермограммы при проблемах с беременностью беременностью имеется ввиду потери беременности или что проблема бывает разные поэтому спермограммы не всегда будет тем анализом который нужно сдавать если есть проблемы с беременностью если вы не можете забеременеть иногда недостаточно одной спермограммы собственно говоря об этом я написала книгу малыш ты скоро где объясняю как вообще идет подход плане выяснения причины того почему вы не беременете например какие должны быть условия для зачатия и что предпринимать что такое бесплодие какие виды бесплодия то есть тут просто вот однозначно ответить я вам не смогу могут ли месячные поднимать давление 46 лет не то что месячные могут и и дело не в месячных как раз перед месяцами месячных очень многие женщин включая меня повышалось кровяное давление и если действительно вас повышать когда у вас начинается головная боль вам тяжело это все переносить пожалуйста воспользуйтесь гипотензивными препаратами на этот период то есть два-три дня по принимайте гипотензивные препараты с наступлением климакс это все может утихнуть и как говорится ваше давление не будет повышаться влияет ли повышенный пролактин на повышенного на вынашение и беременности пролактин повышается как никогда вне беременности и в третьем триместре его показатели самые высокие за всю жизнь женской женской жизни именно за весь период женской жизни если у меня не других причин повышение пролактин а поэтому пролактин при беременности будет повышен и не надо этого бояться те кто боится это не влияет на вынашивание или не вынашивание читайте книгу это все гормоны когда мне пишут что где-то там инфицирована вот только то умерло в канаде умирает от гриппа каждый год 3500 человек это много поэтому мы должны мне очень понравился пост одного из моих коллег я не помню кто это был по моему доктор филипп или кто-то другой он написал как раз вот эту как раз игру цифры как статистика портит отношение к тому что происходит то есть люди не понимают люди не видят всей статистики сколько людей умер от сердечно-сосудистых от дорожно-транспортных от других вы думаете меньше людей умрет от дифтерии которые сейчас уже перестали вакцинировать и кори которые перестала вакцинировать лучше видите ли все вакцины украине например отложили на потом то есть это игра со смертью том плане что на одно обращаем делами зато из мухи слона а другое где действительно может привести к катастрофе на это все в сторону потому что нам сейчас не до этого мы на коронавирусе зарабатываем деньги многие зарабатывают деньги я просто спицы когда мне вчера сказали или петровна вы не напишите ничего коронавируса принципиально не напишу потому что уже замучили эти посты и причем много неправды и даже если напечатаю или напишу что-то большинство не воспримет нормально все запуганы но на этой неправде как не показывает видео какая-то там врач показывает как из прокладок гигиенических женских шить маски или там это делать как туда капать прополиса целую кучу ли там еще что-то люди чем вы занимаетесь вы знаете это просто ужас как это все перекручивать поэтому я не хочу даже сейчас говорить на эту тему это бесполезно я свое слово сказала да и пару постов было истории за такое но не надо паниковать это не так это не так страшно как это все раздувает и так страшно так поехали дальше какое обследование пройти после двух подряд замерзших беременность по генетике и гистологии все хорошо 27 лет вот уже прошли генетику и гистологию смотрите есть вебинар потери на ранних сроках значит очень детально там все рассказывается какие могут быть причины без изучения ваши индивидуальные случаи даже не могу сказать что он дополнительно нужно проходить но большинстве случаев мы чего ничего не рекомендуем рекомендуем дальше ну перепробовать еще раз беременеть потому что у вас возраст не такой же и плохой чтобы были какие-то отклонения но всякое может быть посмотрите вебинар это подскажет вам немножко может вы знаете свои проблемы о которых просто не не пишите мне об этих проблемах здесь здравствуйте какие именно антитела класса g сдавать обычные эти тела класса g это класс есть 5 классов антител и если говорить о резус факторе то класс g это один класс g не надо там вот такие g1 g это все неважно если говорить о проверке иммунологического статуса на инфекции мы сдаем м и g то есть два класса понимаете это очень важно и поэтому тут тут нужно понимать что и как здравствуйте несколько больше вот паузе лоханки ребенка 5 6 информации нет опасно есть у меня книга 9 месяцев счастья там вся информация паузе и не могу не бывает такого диагноза несколько больше вот паузе то есть если это многоводие это многоводие если просто врач говорит мне не нравятся ваши воды они так на глазок их чуть больше это не диагноз это неправильно этого не нужно делать ты кушаешь кушай зайчик вот рядом сидит мой зайчик и кушает все не мешает не мешай бабушке не мешай солнышко так здравствуйте гибель подав 19 недель паузе на 14-15 недели погиб ставят хроническую плацентарную недостаточность но это не причем не имеет никакого отношения хронической плацентарной недостаточно 12 недель фазе было все окей что предпринять и ну что предпринять ну хотите запишитесь ко мне на лайк консультации присылайте все данные буду в них копаться и буду вам говорить что правда что неправда потому что может был какой-то порог который не заметили всего-навсего ребенок просто умер а причем здесь хроническая плацентарная недостаточность поэтому тут нужно немножечко понимать что это тоже игра в слова и обычно спихнуть вот какой-то придумать диагноз вот то есть нужно понимать а от чего она это могла быть хроническая так что жду вас на онлайн консультации будем решать этот вопрос индивидуально идем дальше на 27 неделе поставили гидронефроз и назначили конефрон и антибиотиками к соклав стоит лепить колики прошли кому назначили беременной женщине гидронефроз или или плоду дело в том что всех беременных женщин расширенные на фланге это нормально конефрон это фуфло антибиотик не назначают то есть у вас непонятно что лечит непонятно что делает если у вас нет жалоб а колики ну колики это может быть вас кишечник плохо работал вообще-то тут тоже нужно понимать можно может вас было может быть белый 3 какой-то был может еще что-то я не знаю вот видео так пишите а вы угадаете поэтому ну так сказать без деталей ничего мне скажу нужные детали нужно анализ мочи нужно узи нужно понимать ваши жалобы что у вас было и потом уже делать какие-то воды как ввести дальше эту беременность так я читаю ваш сайт книги хочу сказать огромное спасибо за информацию не выполняю многие ненужные назначения остаюсь спокойнее спасибо что читаете я рекомендую всем читать потому что вы не понимаете как много полезной информации действительно уже есть в этих книгах которые создала специально для вас потому что у меня знаний хватает мне не нужно читать мои же книги хотя мои книги читает моя дочь тоже приятно так подскажите пожалуйста задержка больше двух месяцев сделала два узи беременности нет но по узи можно не увидеть ничего толком сказали будут вызывать месячные но я не сдавала ни кровь ни мочу это как это то что у вас обследует как-то не совсем понятно если задержка делаем кроме на хгч или тест хотя бы на беременность исключаем беременность смотрим дальше может это стрессовый у нас есть вебинар о нерегулярных менструальных циклах после стресса часто бывают задержки и в реальности мы не всегда вызываем вот так сразу вызывать месячные мы ждем до 90 дней мы можем ждать и смотреть дальше то есть уточняю вот проблемы что и как дальше не знаю какой у вас возраст и и тому подобное может уже именно паузе но откуда же не знаю да поэтому в реальности без обследования вот так брать вызывать я не вижу в этом смысла так гинеколог сказал что у меня воспаление шейки матки вот на тему воспаления шейки матки говорила мяс есть отличнейшее видео воспаление то есть какое воспаление анализы все в норме кроме ури плазму ли плазму не вызывает воспаление шейки матки 10 четвертой степени норма меня ничего не беспокоит абсолютно меня гинеколога или все-таки действительно спрятнет меня гинеколога причем если вас ничего не беспокоит зачем вообще гинекологу пока что ходить посидите дома в этот период если говорится нет надобности бегать гинекологу только потому что чтобы там посмотреть и выискивать диагнозы каждый раз когда вы врачу приходите врач ищет диагнозы потому что он врач а вы пациент мало врачей скажет том что вы здоровая большинство больная больная такая-то обратилась ко мне это пишутся в истории жалоб нет ничего но все равно мы сделаем больной потому что она обратилась ко мне здравствуйте имеет ли значение здесь вода во втором триместре это но или это норма большинстве случае это норма тоже пишу книги о беременности большинстве случаев норма может ли дефицит витамина d повлиять на наступление беременности да нет не может вы с этим витамином d боже мой когда уже вот эта пошлость а пройдет на витамин d это единственный витамин где еще фармакомпании платят сумасшедшие деньги за проведение так сказать заказных исследований мне 18 лет замужем недавно месячные идут плохо нарушение приходит через каждые полтора месяца это нормы или подрод подростков такое бывает ну да 18 лет такое еще бывает но я не знаю вашего веса я не знаю вашего роста я не знаю какие-то стрессовые ситуации у вас и так далее как вы питаетесь и многое другое пожалуйста посмотрите видео вебинар о нерегулярных менструальных циклах который мы проводили с доктор белоконь и там очень детально все рассказано почему бывает нарушение цикла или же зайдите в рубрику навигатор через навигатор из кнопочка профили и там есть очень много информации так и называется целый раздел нарушения менструального цикла там есть статьи там есть видео много на ютюбе посмотрите и принципе возможно это немножечко вас успокоит что не все так плохо с одной стороны с другой стороны возможно вы задумаетесь и нужно будет обратиться к врачу но опять же не хочется чтобы вы попадали на коммерческое давление низкое давление 90 на 58 на 12 деле беременно это нормально да нормально чем можно поднимать стали прогулялись по свежему воздуху немножко походили делали зарядку если есть силы выпили чашечку кофе это не так страшно это нормальное явление чем больше вы лежите тем давление будет конечно ниже поэтому нужно немножечко двигаться вот ребенок получает свое не переживайте когда кесаро сечение при центральном приближении плаценты ну как когда это приблизительно 38 неделя то есть мы не ждем до конца то есть мы не ждем чтобы появились схватки поэтому 38 неделя 38 недель делается кесаро сечение едем дальше так вы повторяете вопросы после внематочки прошло четыре месяца цикл начался на 18 день эндометрии 2 сантиметра можно ли обойтись без чистки в реальности обходится без чистки есть много других способов как бы подавлять рост эндометрии это гормональные контрацептивы другие гормональные препараты прогестиновый например при гора препараты сейчас мире практически никто не использует чисток понимаете поэтому честно говоря это не так страшно при беременности ни разу не было ни схваток ничего три кесаря последний доктор сказал они проверяли я гипофиз и шоколадку шоколадку щитовидку раз ни разу не было родовой деятельности вас было кесаро сечение а при чем тут родовая деятельность кто из нормальных врачей ждет до родовой деятельности вас были кесаро сечения поэтому честно говоря не совсем понимаю заявочки врача и вообще ситуации чего переживаете вы были имели три беременности и ну хорошо три кесарева успокоились и не копаетесь в этом не надо проверять гипофиз или щитовидку без показаний если вас нет жалоб других возьмите почитайте книгу это все гормоны там об этих гормонах я наших железах очень много информации а потом дадите почитать своему врачу потому что что-то он не то говорит так цикл один он поможет забеременеть нет сперма поможет половой член поможет вот половой член поможет читайте книгу малыш ты скоро поехали дальше первая беременность нематочная мне 36 лет гинеколог говорит что 2 берез будет такая что делать не слушайте вы гинеколога возьмите посмотрите видео у меня тут есть на канале тоже на тему и был у нас пост недавно был пост если найдете в инстаграме это зайдите на мой официальный сайт был как раз пост как часто случается повторная нематочная беременность там процентах это раз во вторых я не знаю если вас будут пичкать прогестероном вот этими препаратами прогестерона у вас повышается нематочная почти до десяти процентов так что все зависит еще от того чем вас будут спасать от нематочной беременности так как убрать гидросальпинс только хирургическим путем лапароскопия поехали дальше сужением таза 11 первой степени могут быть естественные роды вы знаете никто в мире не изменяет вот эти размеры уже таза мы пускаем женщин но если нет видимых действительно каких-то что действительно сужен видимо или какие-то скривления таза и были или были переломы тазовых костей потому что никто не умеет правильно замерять и ставить степени сужение и прочего поэтому да возможно естественные роды пробуйте беремене и пробуйте рожать и будет видно но принципе рожает спокойно значит женщины нормально вот опять же случай о это плацентарной недостаточности на эту тему почитайте тоже книги мне написано после гистероскопии когда можно беречь но поскольку при гистероскопии забирает весь эндометрии то нужно дождаться месячники после нее можно беременеть амг 096 все остальные меня и мужа в порядке беременность не наступает два года что делать почитать книгу малыш ты скоро что вы все зациклены над амг может амг как раз есть вот тот психологический колпак который не позволяет вам забеременеть могут быть другие причины не знаю что говорится о порядке потому что иногда ко мне обращаются люди показывают сперму врачи все врачи говорят ой с такой спермы беременда не бери там столько отклонений всяких и никто не смотрит на эти отклонения или там мне сказали что все хорошо ну пусть вы принимает на всякий случай какие-то там таблеточки лекарства добавки и так дальше если все хорошо зачем назначили где логика а значит не все хорошо понимаете поэтому тоже нужно подходить записывайтесь ко мне на онлайн консультации разбираю очень много случаев бесплодия и у меня есть хорошие положительные результаты что меня лично радует вот после приема к когда лучше беременеть сразу и лучше пару-тройку месяцев подождать да можно сразу если вам хочется беременеть так как вы относитесь к фембион вообще когда мне запросы как я отношусь к чему-то как я могу относиться как врач это добавка и почему я должна как-то по-особенному относиться никак не отношусь отношусь к добавки вот и все на 36 неделе ставит симметричные задержку этот роста плода вес 1760 до 36 недель это неплохо кровотоки плаценты нормы носить носить дальше или экстренное кислоросечение а дело в том что нужно смотреть именно доплер и все кровотоки и в ребенка то есть не плаценты забыли о кровотоке плаценты вы смотрите доплер узи кровотока в сосудах ребенка если ребенка нет никакой гипоксии если все там нормально то вы носите дальше если есть какие-то отклонения это тогда родоразрешение тут нужно изучать ваш случай чтобы дать вам более конкретную рекомендацию что делать то есть родоразрешать или или носить дальше может ошиблись даже с сроком беременности сейчас ошибаются сроком беременности придирается там две-три недели оказывается срок совсем другом плохо выходит моча помалу и редко вес сильно прибавляется как бы как бы никаких больше данных ничего может что-то мешает выходу мочи может там есть злокачественная опухоль есть остыд набирается жидкость брюшной полости и так сказать это чп с такими вопросами ну как быть к врачу обратиться это ненормально то есть это нужно обратиться или это идет речь о беременность то есть тоже не знаю может просто передавливается маткой беременной мочевой пузырь сдавливается больше или что ли как насколько вопросы какие-то я должна угадывать к чему это какому случае какой возраст то еще люди я не экстрасенс хотя нет и стресс и зорика у меня есть но пардон я все равно не буду сейчас проводить сеанс как кашпировский сейчас посмотрим что там у вас я не могу этого делать хорошо вот мазке повышенные лейкоциты всегда надо ли сдавать фемофлору надо и учиться учиться еще раз учиться как говорил товарищ один потому что лейкоциты они могут быть повышенной повышенной зависимости от дня цикла все такое забыли о лейкоцитах они ничего не учим не вас не волнует ничего забыли о лейкоцитах а если что-то волнует нужно диагноз правильно ставить так а патогенез усилия усиление кровотечения во время операции уже зайчик заканчиваем файму минутики ты хочешь иметь корону иди вот да и мальчик да потому что это мальчик ну бабушка так сделала бабушка у нас magic скажи всем всем привет привет хорошо зайчик но еще 5 и мы закончим так тут уже и муж меня ищет значит патогенез усиление кровотечения во время операции женщины при менструации совсем поняла если есть во время патогенез это я должна рассказать патогенез почему усиливается кровотечение во время операции у женщины при менструации дело в том что при менструации все низкие гормоны уровне гормонов особенно первые дни это может иметь негативный эффект на любую операцию но обычно кровотечение не усиливается наоборот кровотечение но как бы при менструации при менструации просто может быть анемия поэтому и сам результат может быть хуже любого операции мы не делаем операции при менструации окей иди зайчик так зайчик у нас хочет туалет извините ok you go and i'll come ok 5 мин иди позовешь меня ну что пардон вот придется нам закончить этот эфир так сильные боли в области шейки как вы можете знать что это в области шейки врач сделал с музей смотр и сказала все хорошо но подозревает начальную стадию эндометриоза ну а при чем тут шейка назначила силуэту кину попали на могла матовар чай который просто назначил гормональной терапии я понимаю что это бред как еще можно провериться но начало нужно выяснить откуда это боли поможет шейка не болит пенсию она должна болеть болеть то есть тут но и когда болит что значит сильные боли при половом акте может просто половой акт интенсивный может болеть поза нехорошая и так дальше вот идем дальше сколько у нас осталось добрый вечер вакцина церварикс после дисплазии приваться три раза и воздержание от интима девять месяцев это чушь никаких воздержание таким а девять месяцев вам просто сказали ерунду и опять же причем здесь дисплазия если вы делаете то не из-за дисплазии прививание то есть вам нужно почитать у меня на сайте посмотреть вебинар в паче потому что не совсем нормально так елена петровна вы так подробно даете информации своих книгах и видео что спросить нечего спасибо за ваш труд спасибо что вы это пишите потому что но очень трудно людям объяснять что информация уже давно от вечера масса информации и поэтому ну как вам сказать это было бы желание найти эту информацию даже не нужно искать он действительно выложен отсюда и на сайте и здесь мы сколько даем ссылок жидкий стул третий раз на сутки на 35 недели опасен температура нет общее самочувствие нормальное малыш очень активно шевелится стоит обратиться к врачу стоит хотя перед родами например бывает жидкий стул но честно говоря это настораживает что-то 35 неделя поэтому если скажем это потому что роды назревают и получается вы можете родить преждевременно поэтому все-таки желательно обратиться к врачу может просто быть как бы диарея тоже приберем на сейчас это явление но с другой стороны если до этого ничего не было вдруг что-то появилось что-то ненормально всегда нужно обратиться к врачу так нити мицелия маски 38 недели еще не беспокоит выделение есть но они не беспокоят что значит ты сам ручки помыл он вытер попу сам молодец зайчик иди теперь по мой ручки вот видите даже бабушку не отрывал сам вытер попу супер так значит если смотрите выделение беспокоит ничего обойтись вообще не надо ничего говорится мы не делаем никакой санации перед родами это все чушь это они это осталось поэтому не беспокоит донашивайте спокойно и все белый грибок живет на промежности прямой кишки во влагалище ничего страшного нет так поехали дальше ку-ку да ку-ку беременность 33 и сейчас у нас карантин стоит лети в жека или посидеть знаете в 30 недель если нет надобности все нормально можете приседать дома измеряйте кровяное давление хотя бы раз в неделю если у вас нет если вы не из группы риска по высокому давлению следите за своим состоянием прогуливайтесь больше на свежем воздухе и ничего страшного нет к стоматологу можно идти спасибо зайчик стоматологу можно идти если есть необходимость вот у меня завтра тоже визит стоматологу и я сейчас думаю отложить не отложить но принципе не вижу потребности отложить потому что ну как бы и все равно там людей не будет вот если нет такой вот причем срочной необходимости можно отложить если говорится срочно надо другого выхода нет но смотрите сами по ситуации миома 10 миллилитров не миллилитровами или ну да сантиме миллиметров полип 07 ликор рекомендует вырезать полип и поставить спираль мирен ну прямо так вот сразу господи а что вас беспокоит если вас ничего не беспокоит зачем вам это мирена и все прочее сразу вырезать вот поэтому не надо не надо вот так сразу ликор хочет заработать на этом я так думаю гемоглобин 103 на двадцать седьмую неделю пить лекарства но какие-то нами в метиду вы знаете что посмотрите пожалуйста вот последний винар лабораторные анализы при беременности где приводила очень массу масса масса таких вот прямо фотографии с нормами при беременности всех анализов и там посмотрите каким должен быть гемоглобин потому что 103 это еще считается нормой принципе мы пока что не назначаем престол но все зависит от вашего самочувствия тоже поэтому с одной стороны может вам ничего не нужно другое дело что железо и беременности анемии не железо дефицитная она обычная она как бы анемия беременности там железо особенно не поможет остроконечный кандилома при сроке 27 недель назначены свечи панели вообще-то это фуфломицин можно сразу крест на враче ставить который использует это во вторых это нормальное время поэтому скорее всего не остроконечный да это папиллом обычный да это отлива пачек который появляется растет не страшно носить и дальше не мешает был пост кстати нас в печей и беременность вы смотрели был пост недавно так идем дальше 33 недели беременности болит голова и вечное состояние как будто из носа пойдет кровь принимаю тирокс 60 утрижистан что это может быть зачем 33 недели вы принимаете утрижистан еще в дозе 300 во-первых у вас может быть гипертония беременных вы измеряете давление вы должны измерять давление поэтому голова может болеть и плюс я не знаю показываю вам тирокс или нет вам нужно обязательно проанализировать свой случай обратиться к врачу сказать что это не совсем нормальное время может вы голодаете можете нормально питаетесь может вы не досыпаете то есть может быть масса причин головных болей в том числе при беременности у нас осталось буквально 24 23 секунды поэтому я завершаю этот эфир вот как смогли так и провели по-королевски хотя ребенок возле меня бегает тем менее всем спасибо постараюсь сохранить его и остальные информации войдете в навигаторе на сайте масса информации всем не болеть счастливо до свидания всех обнимаю